Кандидат Это будет такая небольшая лекция, опять, наверное, минут на 30-40, как пойдёт. Лекция по современному методу исследования не только твёрдых тел, но и также газообразных жидких и любых других синхронных излучений. Начнём с истории открытия синхронного излучения. Далее я расскажу о принципах его, как устроены синхроны современные, покажу в фотографии, как они выглядят. Ну и достаточно кратко обрисую, что можно исследовать при помощи синхронного излучения. Впервые формула для мощности электромагнитного излучения была получена в 1898 году французским физиком Андриле Линарко. Формула эта показывает рост энергии, вот она, W, с изменением скорости частицы β. Значит, β — это отношение v, делённое на c, здесь, r — радиус орбита, по которой движется на двух частицах электрон, гамма и nmc². То есть мы видим, что энергия, которая излучается в движущейся частице, будет пропорциональна к четвёртой степени её скорости. Само излучение впервые наблюдалось в Америке, в Флойдам Хаверам, в 1947 году. Значит, наблюдение происходило во время наладки циклического ускорителя, который ускорял электроны до 100 мегаэлектронов вольт. Значит, так как этот ускоритель назывался синхротроном, то и излучение получило название синхротроном. Значит, что же собой представляет синхротрон? Представляет он собой такой вот симбиоз двух ускорителей β-трона и циклотрона. В циклотроне частица ускоряется электрическим полем высокой частоты, когда проходит некоторая ускоряющая промежутка. Здесь энергия может достигать от 10 до 20 мегаэлектронов вольт. Значит, об энергиях я скажу немножко дальше, приведу список синхротронов, там будет показано, где сейчас энергии есть. В бета-троне электрон ускоряется вихревым электрическим полем за счёт изменения магнитного поля, и максимальная энергия здесь может получиться до 1 гигаэлектронов вольта. Ну а вот синхротрон — это, как я уже сказал, 2 в 1, бета-трон плюс циклотрон. Здесь ускорение будет происходить за счёт тенденциального переменного электрического поля, и частица будет двигаться в нарастающем по времени магнитном поле вблизи какой-то равновесной орбиты. В резонансе на эту частицу будет действовать высокочастотно-электрическое поле. Значит, синхротронное излучение, во-первых, оно имеет широкий непрерывный спектр. Вот на этой картинке показаны спектры некоторых синхротронных установок мировых. Значит, это спектр от инфракрасного до жёсткого рентгена, то есть спектр очень широкий по длинам волн. Далее — это излучение сильно поляризовано. Третье — возникает оно коротким импульсом, импульсом порядка 10 минус 9 секунд. Значит, дальше. Излучение сильно коллинировано. Вот раствор конуса всего меньше 0,01 градуса. И, наконец, самое главное преимущество синхротронного излучения — оно до 10 порядков ярче, чем излучение обычной рентгеновской трубки. Вот здесь вот этот маленький холмик — это тормозное излучение рентгеновской трубки. Ну и можете посмотреть вот здесь вот, на сколько порядков больше будет интенсивность синхротронного излучения. Прелесть в том, что если у вас, допустим, на рентгеновской установке экспериментально уйдёт, на эксперимент, допустим, месяц, то то же самое на синхротронной установке можно снять там за несколько часов. То есть время экономится просто в разы. Что же собой представляет синхротрон? Синхротрон собой представляет вот такое вот колечко. На колечке есть ускоряющие промежутки, где пучок ускоряется. Вот здесь как раз действует высокочастотное опоро, и в резонансе частиц ускоряются. И чтобы, понятное дело, электроны по кольцу двигались, нужны какие-то поворотные устройства. На этом кольце стоят специальные поворотные магниты, которые заставляют электроны поворачиваться. В отличие от бетатрона, в котором пучок электронов заполняет собой всю орбиту ускорителя, на синхротроне пучки представляют собой маленькие сгустки, так называемые банчи. Ну вот здесь у меня представлена картинка современного синхротрона. Значит, во-первых, ну это на примере синхротрона электро, который находится в трейстерах. Это Италия. Значит, у нас есть линейный ускоритель, то есть есть какая-то электронная пушка, которая... Вот она вот здесь вот, которая излучает электроны. Вот этот вот ускоритель электроны ускоряет до нужных энергий. Дальше они... Вот он, бустер, это круговое ускоритель. Дальше электроны через вот такой вот канал попадают на накопительное кольцо, которое в английском языке называется storage ring. Собственно, на накопительном кольце, на старых синхротронах предыдущего поколения, там ток электронов постепенно убывал, и поэтому интенсивность со временем падала. На современных синхротронах третьего поколения они работают в таком режиме, что ток поддерживается постоянно. То есть заброс электронов идет по мере необходимости. Видят там, что ток пучка падает, значит, что еще электроны добросили. На накопительном кольце, собственно, стоят экспериментальные установки, на которые выходит синхротронное излучение, от вирующихся электронов, и на которые, собственно, уже можно проводить эксперимент. Так, по идеям. Так, диаметры. Ну, вот дальше у меня картинка будет, там снимок из космоса, сгула. Ну, так, навскидку. Значит, пешком по периметру. Весь за установок я обхожу, наверное, где-то минут за, ну, 15. Ну, за 10. То есть это где-то, наверное, около, ну, 800-900 метров длина окружности была. Ну, считайте там я это, соответственно. На синхротронах применяются специальные устройства, которые позволяют получить излучение нужных характеристик. Эти устройства называются виглеры и аннуляторы. Немножко расскажу, чем они друг от друга отличаются, и что в них хорошее. Значит, вот, помимо этих двух устройств, синхротронное излучение можно также получать с поворотного магнита. Значит, так как у нас частица движется по изогнутой траектории, даже если скорость чистая постоянная, то все равно происходит излучение. То есть частица обладает синхротронительным ускорением. На поворотном магните получается вот такой вот пучочек. Так, где он идет? Ага. Вот этот спектр с поворотного магнита. Он непрерывный, видно, но его интенсивность относительно небольшая. Дальше. Аннулятор. Аннулятор представляет собой чередование магнитов, которые определенным образом расположены друг относительно другу. Значит, аннулятор — это от французского слова «аннулярия», я уж не знаю, как оно произносится, французский биологеев, переводится как «волноваться». Аннулятор используется для получения сверхъяркого и коротковолнового излучения. Значит, электрон попадает вот в такую периодическую структуру магнитов. Понятное дело, что из-за этого логомагнитного поля его траектория еще больше истребляется, соответственно, увеличивается количество участков, на которых электроны могут излучать. Ну и вот это вот все вместе излучение накапливается, и получается с аннулятора вот такой вот достаточно узкий пучок. Вот мы имеем спектр вот такой с аннулятора. Видите, пучок очень узкий, и спектр при этом будет в классе непрерывный. То есть, если для эксперимента нужен именно вот такой линейный спектр, то будет использоваться установка, которая находится на аннуляторе. И, наконец, еще одно устройство — виглер. В отличие от аннулятора, траектория электрона более широка, поэтому интенсивность, в отличие от поворотного магнита, будет больше. Вот она. При этом спектр будет такой же непрерывный, как на поворотном магниту. Есть такой коэффициент, который называется коэффициентом аннулятора. Вот он записан очень такой простой формулой. И виглеры аннулятора, они, собственно, отличаются вот этим коэффициентом. Здесь лямбда — это период изменения магнитного поля вдоль оси. То есть, фактически, это расстояние, можно сказать, между двумя соседними магнитами одинакового полюса. То есть, например, между вот этим и вот этим — это будет длина волны. Вот эта вот лямбда. Если k много больше единицы, то амплитуда электронов велика, амплитуда колебания, излучение не коэффициентное, и спектр будет непрерывным. То есть, устройство будет работать в режиме виглятор. Если же k много меньше единицы, то амплитуда колебания электронов будет маленькая, излучение коэффициентное, и спектр будет узкий. Вот режим работы амбулятора. Теперь я привел вот такую вот табличку, в которой представлены практически все современные центры синхротронного излучения. Желтеньким цветом я выделил те, которые находятся у нас в России. Тут еще вторая часть таблички. Давайте на этих табличках немножко остановимся. Сортировать их можно по-разному. Можно сортировать по странам, то есть, сколько синхротронных центров приходится на какую-то конкретную страну. Есть такая статистика по миру. Можно сортировать по году открытия. Ну вот я предпочитаю статистику по энергии. На самом первом месте стоит всем известный LHC, который находится в Церне, Швейцария. Вот посмотрите, какая у него энергия. Это вся энергия в гигаэлектрон-вольтах. 7000 гигаэрф. На самом деле, значит, вот этот LHC используется для ядерных исследований. Вот насчет установок на синхротронном излучении я не слышал. Но все-таки, в принципе, его можно использовать как источник синхротронного излучения, потому что там движутся те же заряженные частицы. Тогда энергия излучения будет вот такая вот. Это, можно сказать, один из самых юных центров. Он в 2008 году только открылся. И мы все с вами знаем, с каким скрипом он там открывает. Дальше. Есть действительно синхротронных центров, которые работают именно как синхротроны. Самый мощный источник это Spring 8, который находится в ретене Японии, 1997 год. Значит, в Гренобиле известный синхротрон. У него энергия 6 гигаэлектрон-вольт. Значит, в Гамбургске достаточно известный, Петро-3. Так, ну и вот, что у нас еще интересного есть. Кэндалл и Иваня, ну вот его все собираются открыть, но, по-моему, еще так до сих пор и не открыли. Последнюю информацию я смотрел, его еще не было. У него энергия пучка будет 3 гигаэлектрон-вольт. Ну и вот из наших здесь попадает Сибирь-1 и Сибирь-2, которые находятся в Курчатне, в Москве. Ну, 2 и 3 всего, да? Где электро и ВСЦИ? Идем дальше. А подождите, там Under Construction? Что значит Under Construction? А, да, вот это вообще просто замечательный синхротрон в Иордане. Это, наверное, самый суперэкзотический. Будет называться он СИЗАМ. У них интернет-страницы уже действуют, то есть они вроде бы заявки даже принимают. У этого синхротронная история очень занятная. В Германии, в Берлине, был такой синхротрон, ВСЦИ назывался. Когда, значит, институт, синхротронный центр решил модернизироваться, они все оборудование собрали и увезли, говорят, в сторону России. По дороге это дело где-то затерялось. И тут внезапно обнаружилось что-то в Борисе первого поколения Айсилы в Иордане. Спасылка. И вот и первая Иордане в такой замечательной эзотической стране в год с 8-х патронных целях. Значит, теперь дальше. Вот та электро, на которой мы проводили эксперименты, которая находится в городе Триест. Если у нее энергия относительно небольшая, 2,4 гигаэлектронного вольта. И вот синхротрон, который используется для исследований у нас в России, это новосибирский ВЭК-3Ф. У него энергия меньше, а вот чем он плох по сравнению с европейскими центрами, я вам расскажу немножко ниже. Значит, там картинки будут, которые показывают, насколько европейские центры хорошо приспособлены для экспериментов, а насколько наши не очень. Вот новенький ВЭСИ-2, ну так, новенький, 98-й год. Ну давайте посмотрим, какие еще страны есть. Понятное дело Китай. Там народу много, им, собственно, свой синхротронный центр тоже надо. Больше всего центров, как мы видим, в Германии, да, вот сколько, раз, два, три, четыре, аж цены. США лидируют по количеству, очень много у них. Ну и скандинавские страны есть в Швеции синхротрончик, МАКС-1, МАКС-2, МАКС-3, и в Дании Астре. Теперь давайте посмотрим, как синхротроны выглядят изнутри. Значит, вот эта фотография снаружи, ну, целиком его, естественно, с Земли охотить не получается, поэтому это небольшой такой отрезок всей дуги синхротрона. Вот изнутри, вот здесь вот проходит, собственно, само накопительное кольцо. Вот это вот выход синхротронного пучка, ну и вот здесь находится экспериментальная установка, конкретно вот в этом месте. Вот такая вот крыша, то есть видно, насколько он загибается. Ну и коридорчик, очень тёмный и узкий. Более такой современный центр синхротронный СЛС в Швейцарии. Вот по поводу этого синхротрона есть такой интересный факт, у него крыша сделана полностью из дерева, полностью деревянного. Когда мы спросили, а для чего, нам ответили, что умные швейцарцы посчитали, что если, значит, в синхротроне начнётся вдруг пожар, то сначала сгорит крыша, а пока она будет плеть, учёные пожарные быстренько спасут дорогостоящие оборудования. То есть исключительно из прагматичных целей. Ну вот вы видели, да, значит, как хорошо. Здесь вот этот экспериментальный зал на СЛС, вот такой просторный экспериментальный зал в Триесте, а вот наш новосибирский ВЭП-3М. Вот это вот вход в бункер. Значит, это находится всё под землёй. То есть фотографии из космоса синхротрона ВЭП-3М ничего не даст, там будет просто такое, типа ангарчик прямоугольного. То есть все установки находятся под землёй, всё секретно, естественно, как всё у нас в России. То есть на европейских синхротронах спокойно можно всё фотографировать, там что угодно проносить. Значит, у юзеров выдаются там специальные реферонные карты, то есть доступ к углосудышам на территорию. Здесь контрольно-пропускной пункт, как и в Дубне, там в этом объединённом институте ядерных исследований. Но тут хотя бы там женщины не стоят служить, в отличие от Дубны. Всё находится под землёй и очень-очень тесно. Вот это весь зал экспериментальный, на котором проходятся эксперименты. Площадь здесь, я не знаю, наверное, на скидку сколько, может метров сто-то квадратных есть. На этих 100 квадратных метрах, ну да, тут где-то 10 шагов в длину, 10 в ширину, не больше. На всей этой площади находятся, сколько там, 13 экспериментальных установок. На одну установку, чтобы упасть там, надо просто под пучком пролезть. И реально он, значит, начальник этой установки спиду, он как в танке в Т-34. То есть там стульчик где-то внизу, вот, рядышком пучок проходит, тут же, значит, слева позиционно-чувствительный детектор. В общем, всё так компактно. Ну и, естественно, на синхротрон ВАП-3 с заявкой попасть легче, но всё-таки более комфортно производить эксперименты с синхротронным излучением за рубежом, чем у нас. Немножко касаясь возможностей СИ. Вот я вам говорил, значит, что эксперимент на синхротроне походит в несколько раз быстрее, чем на лабораторных установках. Вот это вот картинка, так называемое дифракционное кино. Что такое рентгеновская дифракция, я думаю, все присутствующие знают, да? Лабораторные, не знаете? Лабораторные не проходили у нас на хафеле? Можно пару слов сказать, наверное. Так, ладно, а какая тут тогда возрастная категория, с какого выходит? Третий? Третий курс должен знать, что такое дифракция? Рентгеновская звучит. Так, ну ладно, тогда мы картинку нарисуем. Тогда, вкратце, для тех, кто в курсе. Так, ну тогда давайте СИЗОВ. Что такое дифракция, знают все, да? Явление огибания волной препятствия при условии, что размеры препятствия меньше либо равны, чем длина волны. Ну, то есть, длина волны должна быть соизмерима с размером препятствий. То есть, если мы имеем щель, на щель идет волна, то волну эту щель не остановят, да? Щель будет являться источником вторичных полн, и волна пойдет дальше от щели. Если мы имеем две щели, раз, два, значит, вот шла одна волна, дальше вот она разделилась, и после двух щелей мы будем видеть устойчивую интерферационную портиру. Явление дифракции, оно применяется для исследования кристаллических тел. То есть, если мы хотим узнать, какая кристаллическая структура у какого-то материала, который мы синтезировали, у, естественно, материала, который имеет, как это сказать, твердое агрегатное состояние, да, кристаллическое, то нам надо какое-то излучение, чтобы его структуру посмотреть. Понятное дело, что если мы на каменюку посветим светом обычным видимым, то мы ничего не увидим, да, почему? Почему мы ничего не увидим? Длина волны не та. Длина волны света сколько? 150. 150, да, зеленый, нанометр. А размеры, ну, межатомное расстояние между атомами в твердом теле, кто знает сколько? Единица ангстрем. Единица ангстрем, да. Значит, ангстрем один, это сколько нанометров? 10 минус десятый. 10 минус десятый метр, 10 минус 1. Значит, это 10 минус 1 нанометр. Явно видимый свет под этот критерий не подходит, надо использовать что-то другое. Ну и вот в 1905 году три немецких ученых, Лауэ, Фридрих и Гиббинг, обнаружили, что недавно открытое рентгеновское излучение, оказывается, тогда еще не знали вообще, что рентгеновское излучение собой представляет, да, когда рентген эти самые излучения в 1995 году открыл, он их так и назвал, их случайно он не знал, что это такое. Вот, а Макслав сказал, что это поток электромагнитного излучения, при этом длина волны этого излучения оказалась соразмерная с межатомными расстояниями в кристалле. То есть длина волны, ну, допустим, к альфа-меди, а нам сколько, примерно 1,64 нанстрелла. То есть для того, чтобы исследовать гистерические тела, мы используем рентгеновское излучение. Рентгеновский луч попадает на монокристалл или на поликристалл. Есть монокристальные дифрактометры, есть поликристальные дифрактометры. Там все зависит от того, каким материалом мы пользуемся. Значит, вот у нас стоит кристалл какой-то, вот на него падает рентгеновское излучение. Это рентгеновское излучение будет дифрагировать на межплоскостных расстояниях кристалле. Вот, нарисуем атомные плоскости, мелко, потокнее, да. Главное, чтобы Макаров видит. Макаров видит, он в себе и не сидит. Ладно, всем видно будет. Еще не понял, там лябда ради или кубка. Это лябда к альфа-меди. А тряпочку... А где? А где? Нету. Нету. А вот? 3 кубка. Так. Значит, если нарисуем вот таким сечением плоскости кристаллическую решетку, вот это вот атомные плоскости. Вообще, атомных плоскостей мы в кристалле можем провести бесконечно много, да. Могут вот такие плоскости быть. Могут какие еще. Вот такие плоскости быть, да. И вот между каждым набором плоскостей есть определенное межплоскостное расстояние d. Вот это вот будет d1. Вот это вот будет d2. Вот это вот будет d3. Теперь на наш кристалл падает альгеновское излучение. Вот я его вот так нарисую. Вот оно падает на разные плоскости. Дальше оно на плоскостях гиджа герой. Идет вверх. Вот здесь происходит интерференция. И если мы построим развертку по углу, то есть мы будем вращать либо наш поликристалл, либо наш монокристалл. То есть чтобы в отражающее положение попали все возможные плоскости. Если мы будем вращать кристалл и построим развертку по углу, значит принято обозначать угол как двойной угол дифракции, а здесь нарисуем интенсивность, то мы получим вот такую вот картину. Набор каких-то пиков. Вот эти пики, вот у них положение по углу 2θ, будут соответствовать тому, что в отражающее положение попали какие-то определенные плоскости с определенным межплоскостным расстоянием d. Значит это межплоскостное расстояние d будет определяться по уравнению вольфу-грегов так называемого. 2d sin θ равно n λ. Ну в общем это как уравнение дифракционной решетки, примерно такое же. Значит здесь θ это как раз угол дифракции, λ длина волны, ну и дальше плоскостное расстояние. То есть если мы имеем рентгеновское излучение с определенной длиной волны λ, то при определенном угле θ в отражающее положение будет попадать плоскость с определенным d. И мы возвращаем обратно к рентгенов. И вот здесь мы видим собственно эту дифракционную картину. Вот здесь идет 2θ, здесь идет интенсивность. Если на рентгеновском дифрактометре, лабораторном, мы картинку получаем, ну вот на такой стандартной трубке медной, мы будем получать при полной развертке по углу до 90 градусов, ну где-нибудь часа 3-4, если с хорошей выдержкой, то можно день снимать. Это одна картинка всего, одна дифрактограмма. То вот здесь посмотрите, какое количество этих дифрактограмм. Вот эта вот дифрактограмма одна, она с очень высокой интенсивностью. То есть тут интенсивность такая, какую бы мы на лабораторном дифрактометре накапливали сзади. Вот здесь вот эта дифрактограмма получена за несколько минут. А вот эта вот вся картинка, это примерно день работы. То есть на дифрактометре, на лабораторном у нас ушел бы месяц, то и больше, а здесь уходит всего день. Поэтому если у вас в дальнейшем будут какие-то эксперименты, которые будут связаны с высокой интенсивностью, то есть вам надо будет получать статистику очень хорошую, то первое место, куда вам надо ехать, это синхронный цирк. По оси х здесь, но здесь по оси х это двойной угол дифракции. По у это интенсивность. То есть это фактически... А, значит это время в минутах. Тут тема отдельная, это не тема, это лекция. Значит здесь следовалось конкретное соединение. Так, что они там делали? Сейчас вспомню, что там было. А, там они по-моему температуру изменяют. То есть изменяется температура, изменяется физическая структура. Появляются дополнительные изглазы. Нет, а почему время-то? Оптику другого, допустим. Почему время? А, я не знаю. Честно не знаю. Нет, то есть тут цель эксперимента была посмотреть, как будет изменяться физическая структура с температурой. Теперь немножко расскажу о том синхротроне, на котором мы с моим коллегой работаем. Значит этот синхротрон находится в итальянском городе Триест. Называется он Электро. Энергия у него 2,4 гига электроновольта. То есть он такой достаточно средненький по энергиям синхротрон. Топ тучка 300 миллиампер. Всего на нем 24 экспериментальных линии. Ну вот здесь показано, как они расположены относительно накопительного кольца. Мы работали на вот этой вот линии, которая называется... Здесь на картинке она почему-то обозначена пола, а в буклетах она на сайте называется ЦИПО. То есть Circular Polarization. Вот общий вид этой экспериментальной установки. В отличие от большинства установок, которые есть на синхротроне Электро, она располагается просто, как сказать, под открытой крышей, то есть не имея собственного бокса. То есть мы все время сидели прямо вот в экспериментальном зале. Здесь можно исследовать магнитный циркулярный микроизм спектроскопии поглощения. Можно смотреть на фотоэмиссионную спектроскопию от ультрафиолета до мягкого рентгена. Значит, естественный циркулярный микроизм фотоэмиссии. Можно, есть у них отдельная установочка фотоэмиссию с угловым разрешением снимать. Диапазон энергии. Вот он от 5 до 1000 электрон вольт. Очень хорошее энергетическое разрешение. Ну, то есть, что значит энергетическое разрешение? Если рядом стоят два пика, ну, например, на фотоэлектронном спектре, то мы можем различить два рядом стоящих пика, если у них разность в энергиях составляет до одной десятой электрон вольта. Размер кучка будет определяться высотой выходных щелей составляет 500 микроб. Вот такой вот весёленький установочка. Ну, и что здесь есть, и что? Значит, туда-то сам спектроминг. Вопрос к аудитории. Как вы думаете, а зачем всё в ходьбу замотан? На уровне не обучение. Нет, нам надо защитить от внешнего излучения. Вот от внешнего какого излучения? Я думаю, что это похоже. На самом деле, да, во-первых, это тренировка от электромагнина, а во-вторых, это теплоизоляция. Значит, дальше. Вот сам беймлайн. То есть, вот здесь вот идёт пучок. Вот здесь наша установочка. И вот такое вот рабочее место. Здесь очень хорошо организовано рабочее место в том плане, что вот на этот монитор с видеокамерой с увеличением вводится картинка из рабочей камеры. То есть, мы прямо видим, в каком положении находится наш монокристалл. Мы работаем с монокристаллами очень маленьких размеров. Значит, размеры... Это такие маленькие пластиночки монокристалл. Неправильной формы некоторые из них. Толщина несколько микрон. То есть, некоторые тоньше человеческого волоса. А планарные размеры у них максимум до 5-6 миллиметров. То есть, представляете, что это такое? Это нечто очень маленькое. Значит, когда мы работаем с монокристаллами, когда мы снимаем с них какие-то спектры, в нашем случае какие-то, это рентгеновские фотоэлектронные. У меня отдельная лекция по РФС была два года назад. Я сейчас останавливаться не буду. Значит, когда мы получаем спектры с наших образцов, то наш монокристалл надо в камере предварительно очистить. Потому что на поверхности собирается всякая грязь. Это углерод, это кислород, это азот есть. То есть, он очень хорошо взаимодействует с окружающей средой. Поэтому нам сначала надо образец в камеру завести, после этого его аккуратненько расщепить, прямо там же в камере. После этого мы снимаем спектр. Значит, поскольку сами спектры снимаются быстро, интенсивность высокая, но очень много времени уходит на подготовку образцов. Поскольку не все кристаллы колятся хорошо, то у нас процент брака получался иногда до 50%. А завести одновременно можно вот на этой конкретной установке всего один кристалл. То есть, представляете, да, завели, скололи, не получилось. Достали, откачали, снова завели, снова скололи, снова откачали. Здесь конкретно у нас не было условий на температуру. На самом деле, на большинстве из установок можно получать низкие температуры. На подавляющем большинстве есть азотные приставки, на некоторых, если надо, можно до жидкого дерева. Ну вот у нас задача стояла получить спектры только при комнатной температуре, поэтому нам азотные приставки были не нужны. Так, еще один. Так, а вот это как выглядят синхротроны из космоса? Вот это немецкий Бейси, вот этот, по-моему, ЕСРФ по Франции, вот этот, собственно, наш электро итальянский, а вот это СЛС швейцарский. А где Новосибирск? А самое интересное? Ну, для желающих можно зайти на Google и в поисковике набрать, там, как он называется, Институт ядерной физики имени Буткера Новосибирска. Он вам фотографию выдаст с всей прилегающей территории, вот, а потом пусть самые вредливые попробуют там найти синхротрон. Это отдельная задача. Вот я его не с первого раза нашел. То есть, после того, как мы туда съездили, я еще там долго погугли-тыпался и пытался проехать, где, собственно, находится вот, все, что мы там видели. На поверхности там ничего не лежит. Ну вот, значит, все синхротроны, они обычно располагаются в так называемой Science Area, то есть, вокруг стоят институты. Ну вот, Триетский синхротрон, он находится, на самом деле, не в Триесте, а в деревеньке Базовица. Она находится немного повыше в горах и практически на границе со Словенией. То есть, вокруг леса кругом синхротроны, они отнюдь никак не влияют на экологическую ситуацию. Почему-то вот у некоторых людей есть такие штампы, что значит раз излучение, а значит вредно. На самом деле, ничего подобного, защита там просто отменная. То есть, никакое излучение наружу не попадает. В Швейцарии мы когда были, там прямо рядом с синхротроном-Карокусом. Ну а швейцарцы, они насчет антологии Рюлитекия. Ну и теперь последняя часть. Очень кратко расскажу про то, что можно исследовать, то, что можно получить для синхротронного излучения. Ну, все это на примере синхротрона и электро. Это взято с их сайта. Значит, какие есть бимлайны на синхротроне? Во-первых, это фотоэлектронная эмиссия. Фотоэлектронная спектроскопия XPS. Ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия. Ну, различаются они исключительно длинными волнами. Значит, ультрафиолет, ну понятно, там сколько? С ординалом пульта в теоретах. 200. 200, да? 250. Ну, нанометров. Ну, значит, рентгеновская, соответственно, там это ангстремы, то есть десятые доли нанометров. Дальше. РПЕС. Вот такая еще одна интересная экспериментальная методика. Это фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением. Она, в первую очередь, интересна теоретикам, поскольку при помощи этой методики можно прямо глазами построить, глазами увидеть, ну, руками построить поверхность фермы. То есть, когда вы получите РПЕС спектра, вы прямо видите, как устроена поверхность фермы в вашем образце. Дальше. ХПД. Рентгеновская фотоэлектронная дифракция. Так, и что у меня тут еще? Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия с временным разрешением. То есть, здесь разрешение по углу можно образец вращать, а здесь разрешение по времени. То есть, в течение времени смотреть на изменение спектра. Дальше, еще один пласт экспериментальных методик – это абсорбционная спектроскопия. Значит, если здесь фотоэлектронная эмиссия, у нас на образец падает пучок рентгеновского излучения, а мы с образца с поверхности получаем пучок электронов. То есть, это явление внешнего фотоэффекта. И мы исследуем именно спектр электронов, а не спектр рентгеновского. Абсорбционная спектроскопия – здесь мы исследуем спектр поглощения. То есть, насколько и как поглощается вот это вот рентгеновское излучение с пучка нашим образцом. Можно смотреть на тонкую структуру края поглощения. Можно смотреть на магнитный гехронизм. То есть, как себя ведет спектр поглощения в зависимости от направления магнитного поля. Значит, дальше можно смотреть на инфракрасное поглощение. То есть, выделили длину волны, равную инфракрасному свету, и посмотрели, как поглощается. Видите, чем синхротрон хорош? Вот здесь мы на одном большом девайсе имеем сразу кучу длинного волны. То есть, можно инфракрасное взять, ультрафиолетовое, лентгены жесткие, мягкие, что угодно. Дальше можно получать вот такие веселые картинки. То есть, это бимлайны, которые позволяют получать, ну прямо им же картину, да? Значит, инфракрасная микроскопия, лентгеновская микроскопия. То есть, мы можем смотреть на наш образец в регеновском кучке. Регеновская томография, фотоэлектронная микроскопия и специальные биоустановки, которые позволяют исследовать биологические объекты. Значит, дальше. Дифракция, про которую я говорил, то есть, есть дифрактометр на синхротронном кучке. То есть, мы можем получать дифракционные картинки. Можем смотреть на рассеяние упругое и неупругое. То есть, здесь мы уже исследуем не электроны, а рентгеновский кучок. Как он провзаимодействовал с веществом. И, наконец, отражение и эмиссия. То есть, рентген отражается от поверхности образца и рентген, вторичный рентген, испускается образцом. Ну и в заключение скажу, что синхротронное излучение является на данный момент очень мощным источником, очень мощным инструментом исследования в руках как физиков, так и химиков, биологов, ну и всех тех людей, которые занимаются исследованиями как живых, так и неживых объектов. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросов у кого-нибудь? Сразу Жень. У меня два вопроса. Первый, наверное, по рентгенуации. Ты показывал картинки. Практически весь спектр электронного изучения используется для анализа, да? Есть ли такой участок спектра, который пока еще, может быть, не нашел? Это первый вопрос. Второй вопрос. Ты показывал LHC. И там энергии были характерны. Все остальные, в принципе, одного порядка были энергии. И это примерно одной порядка длинной волн. То есть, энергия — это однозначно длина волны. А LHC — это уже не рентгеновские изучения, это уже гамма-кванты, наверное. Значит, так, вопросы понятные. Первый вопрос. Ну, вот, я на него, скорее всего, не отвечу, потому что не знаю. То есть, обычно ЖК используются какие-то конкретные длины волн под нужный тебе образец. Ну, эти длинные волн, они, в общем-то, стандартные. Это ИК, это УВ, это рентген, жесткий-мягкий. А из всего набора длинных волн можно выбрать какую угодно. Вопрос второй, про LHC. Значит, LHC, он выделяется тем, что там сталкиваются другие частицы. На синхротронах используются электроны, а на LHC используются тяжелые частицы. У них масса большая, а вот энергия большая. А скорости там примерно такие же. Ну, а где волны там? А можно получить вот это именно? Нет, ну понятно, что каждая частица, которая обладает определенной энергией, она... Там энергии были именно частиц, которые движутся на накопительном кольце. А можно мы подробнее вот медицинское применение? Как использовать? Что конкретно в медицине? Ну, вот конкретно я медициной не занимаюсь, поэтому вряд ли скажу, что конкретно. Ну, я думаю, рентген, рентгеновская томография скорее всего. Потому что вот эта вот картинка, это скорее всего томограмма рентгеновская. Ну, вот конкретно про синхротроны могу сказать, что живых людей туда под почек не суют. То есть там исследуются какие-то биологические объекты. То есть, допустим, образец там ткани взяли, картинку посмотрели. Целиком человек туда, естественно, никто не засуну. Но могу сказать не про синхротроны конкретно. Когда мы были в Швейцарии, значит, там этот институт Пауэль Шерера, он достаточно широким спектром физических проблем занимается. И у них много экспериментальных установок. Значит, мы там были не на СЛСе, а мы там были на нейтронном источнике. У них там очень хороший нейтронный источник. Вот, мы смотрели дифракцию нейтронов. Но помимо нейтронов у них есть такая экзотическая вещь, как неоны. И вот есть у них там неонный томограф, я не знаю, как это все дело работает. Но там реально исследуют людей. То есть прямо в томограф пудут человек и как-то его неонами светят. Есть, какие-то в таком случае. Можно? Да. Спасибо за это. Пожалуйста. Еще хотят вас спросить, у вас реально же спектр электромагнитов какой-то непрерывный. Вы можете получить все что угодно и поменять его прибыль. Да, конечно. А вот как имеет только электрон, вы уже разгоняете электроны, получаете непрерывные электромагниты. Так, еще раз. Вернемся к электронике. Сейчас вернусь к картинке, которая в этом начале была. Так, ну вот она формула, в общем, та, которая будет определять энергию. То есть всё будет определяться скоростью электрона. И получается вот такая вот энергия. То есть и спектр он реально крыльный? Спектр, получается, вот чего должен быть. Спектр будет вот такой вот. Да, спектр будет крыльный. Это же вот эта формула, это следствие развиваться. А вот если мы поставим на пути уже вот этого пучка непрерывного, виглер, не пучка, а значит на пути электронный виглер или ангулятор, то мы уже можем получить вот такой спектр, квазенепрерывный. То есть изначально он прерыв. Поражает возможности. Ну, у рентгеновской трубки на самом деле спектр тоже непрерывный там из новых случаев. Но там возможности меньше. Если вопросов больше нет, давайте ещё раз поблагодарить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ